Первым вопросом городостроительного собрания шло рассмотрение ДПТ в границах улиц Штелевой, Николаевской дороги, улицы Красной и Железной дороги. Однако выяснилось, что этот вопрос внесен в повестку сильно преждевременно. В адресу Николаевской дороги 305 находятся объекты, принадлежащие территориальной громады. Однако, право собственности на данные объекты было зарегистрировано по решению хозяйственного суда 2007 года за некими определенными юридическими лицами. На сегодняшний день в департаменте функциональной собственности ведется судебная работа по обжалованию данного решения суда. Дело находится в высшем хозяйственном суде. Поэтому я бы очень просил до получения окончательного решения по данному вопросу не выносить на повестку дня решение по главному территории. По предположениям, судебные разбирательства должны закончиться через 2-3 месяца. Напомним, что в начале года чиновники мэрии проводили обследование строений на Николаевской дороге 305. Стало ясно, что право собственности на них возникло в результате целой череды решений судебных инстанций. И это, к сожалению, распространенная в стране практика, которую иначе, как коррупционной, расценить нельзя. Схема, при которой посредством сомнительных с правовой точки зрения решений возникает частное право собственности на земле объекта, еще вчера принадлежавшей всей громаде. Но в истории с Николаевской дорогой 305 есть еще один любопытный нюанс. При обследовании было установлено наличие здесь строения, которое осталось в собственности территориальной громады. Осталось, что называется чудо. Как такое произошло, этот вопрос скорее к исполнителям схемы. То ли спешили поскорее завладеть общественным имуществом, то ли просто по недосмотру. Впрочем, для общественных интересов ответ на этот вопрос не суть важен. Главное, что такое решение было обнаружено. И городские чиновники даже начали официальное оформление этого факта. Однако в одной части здания, принадлежавшие одесситам, снесли. Говорят, неустановленные лица. И по сути, эти самые неустановленные лица тем самым бросили вызов, ответом на который стали активные действия мэрии с целью восстановления справедливости, в том числе и в судах. Второй пункт повестки дня прошел по плану. Градсовет рассмотрел предложение в рамках улиц Разумовской, Садиковской, Калантаевской и Мечникова в границах территории площади почти в 3,5 гектара построить новую девятиэтажку. Прилегать новострой будет уже к существующему дому. Высотка рассчитана на 52 квартиры. В нее планируется заселить более тысячи человек. В проекте предусмотрена амбулатория, встроенная в первый этаж, а также размещение паркинга. Согласно парку, других высоток в этом ареале больше не появится. Замечание присутствующих вызвало лишь отсутствие в плане нового детского сада и школы. Вместе с тем, по словам разработчиков, в данном районе нет потребности в новых учебных заведениях, а дети будут посещать уже существующие сады и школы.